я все время хочу вам показать как он на меня ругается но почему-то на камеру никогда не ругается вот каждое утро я пытаюсь включать камеру и дать вам это дело послушать будешь ругаться смотрит смотрит на тебе зернышки на тебе не хочешь мне на публику тут выступать концерты свои утренние рассказывать ну а вам всем приветики 29 января утречком собираюсь на работу вчера вечером сварила компотик сейчас я его процеживаю не люблю не процеженные компотики от слова совсем вот это вот пойдет со мной на работу вот этот бутилька и вот этот водичка так прошло минут 15 гляньте что у нас тут творится мы уже хотим гулять во всю во всю полную силу сбросили кормуху так не надо не психовать не надо нервничать я тоже могу ловись ловись рыбка большая и маленькая это такой псих а вот это такой псих одно крыло на свободе так давай сейчас им махать тебе может шашку еще дать шашку дать что ты шашкой помахал все арестованные два крыла зажал от убийца начал туда надо туда надо да тебе туда надо птица певчая все вот так утре ему крылья освободила о какой орел ну как мы лететь хотим вот так летим летим вот такой мы вот такой мы летом вот такой вот на весовестный весовестный все ладно выпускаю на месте тут я вчера смеялась с комментарии алены из воронежа я тут на днях добавляла масло в двигатель и говорю что по окончанию полярной ночи у меня минус один литр масла машина сожрала литр масла и алена пишет ну конечно была же полярная ночь было же темно пока никто не видит а до это масло и сожрала а я то думаю куда она делась оказывается у меня машина пока темно и пока не видит масло моё жрет вернее машина и гляньте как овощники отапливаются там или армяне или азербайджане у них там овощной склад и там же естественно нету отопления у на отшибе вот и они отапливаются печкой там видимо дровами даже сейчас сижу в машине такая ванизма вот этой вот говорю я представляю как у них там помещение наверное тоже воняет хотя не факт может быть печка за зданием и всего не идет на улицу но все равно такой дымовал это сколько дров надо напастись или чем там углем топят ну чё делать надо выживать но это было не я не скажу что просто это было сложно я два раза бросала первый раз как бы сложно а второй раз через три года у меня полно работы я знаете что делаю я вижу дельфина это такой же дельфин который я отправил дуняшки и у меня остались ниточки думаю чё будет валяться этот клубочек и вчера на работе была минутка начала вязать сегодня пришла сижу довязываю сейчас думаю быстренько по-быренькому я его закончу и буду тогда уже работать по полной программе еду домой дельфинчика довязала на работали сегодня с анюткой столько вот это вот компьютерные нудистике всякие новые там законы нововведения налоговые всякой ерунды исток сидишь просто тупо что-то делаешь уже можно уснуть за компьютером но мы победили мы все сделали мы справились и ольга и сана наша заболела бухгалтера вчера себя плохо чувствовала как-то она так говорила уже и тяжело было разговаривать и сегодня позвонила еле говорит что-то либо с горлом либо ангина либо ларингит либо фарингит я не знаю что у нее может быть либо просто горло болит лена сразу кучу диагнозов поставила врач ты посмотри вот но одним словом заболела вот сегодня была дома аня сказала я не с ней разговаривала по телефону лечитесь не просто дома сидите говорит а лечитесь поправляетесь болеть конечно плохо и горяжка у нас тоже простуженный вот болеет сегодня у него выходной был тоже должен был обязан лечиться так что такие вот мои послерабочие новостя пришла домой во первых коля гляньте поел блины и закрыл крышечкой вернее не поел на работу забрал у него в планах если погода будет более-менее завтра поехать на рыбалку я два дня назад в хлебопекарне покупала ему багет и он его не съел потому что оставался батон и чё вы думаете я думаю коли завтра на рыбалку ехать надо будет бутеры с собой сделать посмотрю-ка я на этот багет давайте посмотрим вместе короче говоря он вообще стал просто деревянный оловянный каменный я не знаю честно говоря что с ним сделать можно если он ножом острым порежется посушить сухарики просто грызть можно в микроволновке или в духовке выбрасывать на хлеб жалко но на бутеры на рыбалку стопудово не потянет поэтому пошла лена в магазин за хлебушком не как раз яйца еще закончились а я уже пришла с магазина и заходила в аптеку раньше себе покупала кажется отруби а вот не помню только в аптеке или магазине потом что-то за это забыла это все было для похудения и сейчас купила в аптеке просто упал на это дело глаз клетчатка клетчатка очищающая азбука здоровья клетчатка основной компонент эффективных диет снижение аппетита и калорийности пищи восполнение недостатка пищевых волокон в питании вот такая штука улучшает работу кишечника стоит сто четыре рубля этот пизеречек на разум нормализует вес и обмен веществ обогащает рацион растительными волоконами предотвращает болезни связаны с неправильным питанием очищает пищеварительный тракт дает организму легкости хорошее настроение рекомендуется взрослым в качестве диетического профилактического средства для повышения скорости метаболизма как мягкое послабляющее средство для лиц контролирующих массу тела и как дополнительный источник пищевых волокон и как это употребляется 1 2 столовые ложки на стакан жидкости один-три раза в день рекомендуется смешивать клетчатку с густым соком не так кефиром йогуртом добавляя клетчатку в первые и вторые блюда вы снижаете их калорийность принимать за 15-20 минут до еды нормально да вот если так логически подумать ну в йогурт понятно добавил там или в густой сок за 15-20 минут до еды а если ты добавляешь тут же продолжение добавляя клетчатку первые и вторые блюда вы снижаете их калорийность принимать за 15-20 минут до еды то есть что получается есть первые блюда до еды короче все 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 запуталась масло масляная вот какой-то каламбур ну штука классная штука нужная она вообще для очищения организма да и с ней можно хоть немножко сдвинуться в пути в похудение поэтому буду променять на рубила сухарики поставлю духовочку пускай подрумянится и можно будет потихонечку грызть только конечно же не мне которая худеет сухарики готовы я один попробовала свеженькие вкусненькие я думаю с первым коли их хорошенько должен заточить и у меня была треска я за нее позабыла вчера вчера я делал отбивные и сегодня сделаю как и собиралась она уже кстати меня два дня лежит сделаю треску в кляре так рыбка мне нарезана здесь филе трески посолила поперчила сделала кляр здесь яичко 2 яичко молока наверно грамм 200 и муки на глаз вот я не знаю наверное добавлю нет жиденькая добавлю еще муки чки и столько еще здесь а да и немножко соды покосила уксусом вот такая вот замечательная трескотинка в кляре получилось треска коли для домашнего поедания рыбу на работу не берет берет в основном только мясо очень-очень редко берет рыбные котлеты но в основном рыбу у нас поедается коли дома так а я пошла ловить гульки на ставлю камеру на треногу хотела сказать на штатив и принесу его сюда он вчера так долго курлыкал на меня я все хочу вам включить чтобы вы это сами услышали так это интересно так это забавно для меня по крайней мере но никак никак у меня не получается чтобы вы это услышали очередная попытка будем пробовать так ну чё будешь орать будешь курлыкать но скажи чё-нибудь хоть ну какой противно а покурлыч скажи ли на обманываешь ты все ни разу я не курлыкал ну вот как с ним быть как с ним быть как тебе разговаривать а гуля 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 гуль ты танцуль а ты танцуль чичакой 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 ну бесполезно бесполезно все равно это это дело подловлю кстати совсем забыла вот он дельфинчик которого я вязала взяла домой чтобы повесить карабинчик заберу его завтра на работу повешу там где мои украшения пускай продается и пускай у него будет хороший хозяин или хозяйка где бежал там и упал гляньте на эту лапу не могу я с нее и мы спим мы спим хайка колесо грузит сушку на полочке сидит уже прибралась у всех улиточек в том числе посмотрела чё кому на ночь не хватает всем все добавила ты балерина ты балерон такой свою лапу оттопырил и лежит такой прям толстыцок у меня да ты толстыцок я не пойму спит или не спит скорее всего спит и рыжулькин моську плющит уже недели две ращу кукурузку для морских свинок так медленно она растет ну вот что-то выросла и я боюсь что она начнет пропадать гранте вырос допустим листочек лепесточек и края уже желтею сейчас буду смотреть как только я пойму что кукуруза уже все дальше расти не будет сразу буду скармливать питомцам они очень любили кукурузку которая росла у тетиклавы на огороде молоденькие вот эти вот особенно нижние листочки так здорово жевали эти семена привезла на манютка и к сожалению может быть еще рано просто мало солнца мало света хотя здесь дневной свет у меня круглосуточно очень сложно вырастить кукурузу здесь у меня было семян просто битком я прорастила семена и вот так вот прям гусенька гусенька посадила но почти сколько надо процентов 30 взошло остальные нет остальные он видите все потемнели скуку жились которые сгнили короче говоря скожесть очень плохая но так хочется животных своих свинюшек порадовать чем-нибудь особенно вот такой зеленью для них редкой вот поэтому буду сажать буду проращивать может быть ближе к весне все это дело пойдет веселее сидят эту кукурузку посажу новая я упорная и упертая пусть растет ну все каляку маляку буду ждать с работы кстати вот она фиалочка который тоже пытается зацвести вот вот уже откроются цветочки такая прелесть все похвасталась своей красотой у меня ее так много одна фиалка и кукуруза и да буду ждать каляку маляку с работы осталось полчасика он до 22 буду с вами со всеми прощаться всем пока всех люблю и до новых видео